МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У хорошей хозяйки в закромах всегда найдется баночка ароматного земляничного варенья и маринованных белых грибочков. Здравствуйте! Вы смотрите программу Закрома. Меня зовут Ольга Сюткина. Я научу вас правильным технологиям консервирования и поделюсь самыми вкусными и удачными рецептами. И сегодня будем заготавливать на зиму два очень необычных продукта. Это арбуз и дыня. Мы с нетерпением ждем сезона. Наедаемся ими до сыта. И не думаем о том, что мы эту прелесть можем заготовить и на зиму. И вот сегодня я покажу вам, как приготовить джем из дыни, приготовить маринованную дыню и соленый арбуз с медом и чесноком. Начну я, пожалуй, приготовление с джема из дыни. Для этого, конечно, нам нужна прежде всего дыня. В сезон, в летний, это обычно те дыни, которые привозят у нас с Узбекистана. Вот такие длинные, красивые, ароматные. Это сорт торпеда. Да, кстати, для того, чтобы выбрать спелую дыню, ее нужно понюхать. Вот здесь нажать пальчиком и понюхать. Вы почувствуете тот сладостный медовый аромат, который может источать только спелая дыня. Вот такая она у меня красивая. Я должна ее разрезать и посмотреть, какая же она у меня внутри. О, какая хорошая! Посмотрите, ароматная невероятная. Вот так может пахнуть только самая спелая дыня. Я думаю, что мне удобнее будет разрезать ее вот так еще на четвертинку. Это мне кусочек пока не нужен, я его тоже отложу. Удалить я должна семена. Делать это очень удобно ложкой. Вот эта сочная, сладкая красавица на самом деле ближайшая родственница кабачка. Вот таким образом я очищу ее, чтобы мне потом удобно было резать. Срезать, конечно, я буду экономно. Только самую тонкую корочку. Дыня очень специфический продукт. Несмотря на то, что она очень сладкая, нам кажется, что можно ее съесть на десерт сразу после еды. Но это не совсем так. Нужно быть с этим очень аккуратно. И дыню обычно рекомендуют есть как отдельный продукт. То есть не после еды, не до еды, а спустя не менее чем полтора часа после еды. Просто как отдельный десерт. Дыню я почистила от корок. И теперь я должна порезать на квадратики со стороной примерно один сантиметр. Должна сказать, что дыня, конечно, очень сладкий продукт. И задержит большое количество сахара. Поэтому тем, кто стремится похудеть, нужно есть в несколько пограниченном количестве. Хотя полакиматься, конечно, все равно нужно. Вот так вот уже мне будет вполне достаточно. Мы засыпем дыню сахарным песком. Перемешаем. И так как дыня у нас очень сладкий продукт, сюда хорошо добавить немного лимонного сока. Который я сразу же и здесь выжму. Вот таким образом спрызгиваю дыню. Нарезанную вот таким образом дыню, перемешанную с сахаром и лимонным соком, нужно накрыть пленкой и убрать в холодильник на 8-10 часов. И вот у меня эта дыня, которая простояла уже в холодильнике с сахаром и лимонным соком. Посмотрите, сахар практически весь полностью растворился. Кусочки дыни очень аккуратные, ровные, плавают в красивом сиропе. Вот это я могу уже отправить в сотейник. Аромат стоит невероятный. Вот можете себе представить аромат дыни с легким, едва заметным ароматом лимона. Ставим на плиту. И теперь нужно довести варенье до закипания и на медленном огне варить 50 минут. Для приготовления варенья из дыни с миндалем и ванилью нам потребуются дыня, сахар, лимон, очищенный миндаль и стручок ванили. Варенье из дыни почти готово. Мы должны туда положить миндаль, но предварительно его баланшировать. Для этого я опускаю его в кипящую воду и продержу там буквально 3 минуты. За время баланширования миндаль станет чуть мягче и приобретет вкус такого ореха в молочной спелости. То же самое происходит и с грецким орехом. Если мы опустим в горячую воду, он раскрывается совершенно другим таким мягким вкусом. Вот то же самое происходит и с миндалем. В варенье мы должны положить еще стручок ванили. Вот этого достаточно. Миндаль баланшировался и мы сразу кладем его в варенье. Варенье у нас получилось достаточно густое для варенья. При этом сироп прозрачный. И остались вот такие кусочки дыни. Они сохранили свою форму, но при этом стали абсолютно прозрачными. А я тем временем подготовлю банку, в которую мы будем перекладывать готовое варенье. Это варенье мне будет удобно положить через воронку. И аккуратненько я его сюда перелью. Доливать буду до плечика в банке, как всегда. Ваниль я тоже положу в банку. Пусть она отдает свои ароматы и дальше. Не забуду все ягодки, которые у нас здесь остались, и орешки. И вот так. Как раз до плечика банки, как я и хотела. Оставим в воронку и закрываем крышкой. Варенье готово к употреблению, как только остынет. Ну а для длительного хранения его нужно пастеризовать в течение 15 минут. А в наших закромах не только варенье и соленье, но и интересные истории и занимательные факты. Дыня под названием баранец – один из самых загадочных мифов, который ходил долгое время о России за границей. О нем писали, что это какое-то удивительное, страшное растение, плодами которого являются овцы, которые пуповиной связаны со стеблем и поедают траву, которая расположена вокруг этого растения. А как только траву съедят, растение погибает, да и овцы вместе с ним. О баранце пишут такие западноевропейские путешественники, как Адам Алиарий. За Самарой, между Волгой и Доном существует местность, говорит он, в которой растет это удивительное растение. Так вот, когда трава кончается, растение засыхает, и в этот момент оно покрывается тонкой и нежной шерстью. Адам Алиарий рассказывает, как москвичи подарили ему даже несколько кулаков в этой шерсти, вырванной из одеяла. И вторым рецептом, который мы будем готовить сегодня, будет арбуз соленый с медом и чесноком. Вот у нас такой большой арбуз. Ну так посмотрим, какой же у нас арбуз внутри. О, какой! Посмотрите, какой красивый. Очень хороший арбуз с тонкой корочкой. Мне для заготовки хватит половины арбуза, а это я уберу в сторону. Мы потом его сведим. И вот такой у нас арбуз. Он достаточно плотный, что тоже хорошо. Ну, теперь большая задача еще очистить его от кожуры. И пока я буду разрезать арбуз на кусочки, у меня в сотейнике будет уже греться вода. Воду я должна буду нагреть до кипения. Мы будем заготавливать арбуз в банке и стерилизовать его так называемым способом двойной заливки. Арбуз я буду резать и сразу складывать в миску. Буду резать кусочками. Сразу чистить от кожуры и семян. В общем, даже если останутся какие-то семечки, совершенно это не важно. Мы же едим арбуз свежий с семенами. Вот все, что, возможно, я удалю. Если останется немного, то ничего страшного. Это же арбуз, он должен быть с семечками. В наших консервах они особо не помешают. Я разрезаю такими кусочками, чтобы мне было удобно положить в горлышко банки. Но самая, наверное, распространенная и известная заготовка из арбуза – это варенье из арбузных корок. То есть, в общем-то, весь арбуз абсолютно весь идет в дело. Свежий арбуз мы съедаем, из арбузных корок варим варенье, а семечки можно посушить. Ну и есть еще один способ заготовить арбуз. Я сама никогда не пробовала, но я почему-то уверена, что это очень вкусно. Арбуз можно посушить. У кого есть специальная сушилка, арбуз нужно нарезать тоненькими ломтиками и посушить до такой степени, когда он уже становится чипсами. Я думаю, что это очень вкусно. И когда у меня будет сушилка, я непременно попробую. Вот так, я думаю, что уже достаточно. И теперь я могу переложить арбуз в стерилизованную банку. Банку нужно непременно брать сухим полотенцем. Чтобы не обжечься, я положу сразу чеснок. Чеснока для этого рецепта нужно много. На двухлитровую банку почти целую головку. И укладываем кусочки арбуза. Перемешивая с чесноком. Сюда можно было бы положить еще листочки вишни, смородины. Все то, что мы обычно используем при мариновании и квашении огурцов и помидоров. Вот так укладываем, стараемся уложить достаточно плотно, чтобы у нас ягодки было больше. А арбуз действительно ягода. Вот такая смешная история, что арбуз у нас считается ягодой. Но арбуз родственник дыни. А дыня родственник кабачка. Вот и поди разберись, кто кому. Какой родственник и действительно как называется. Арбуз ягода или арбуз кабачок. Вот, я думаю, большого значения не имеет. Главное, чтобы было бы вкусно. Заливаем арбуз кипящей водой. Так, чтобы полностью все ягоды были покрыты. Прикрываем крышкой. И оставляем на 10 минут. Для приготовления соленых арбузов с медом и чесноком нам потребуется арбуз, чеснок, мед, соль и 9% уксус. Прошло 10 минут, и воду, которой был залит арбуз, я сливаю обратно в сотейник. Хочу обратить ваше внимание на цвет воды. Вот это тоже, между прочим, признак качества арбуза. И вот если вот так арбуз постоит с водой, и вода станет розовая, ну, я бы категорически не советовала этот арбуз вам есть, потому что отравление будет гарантировано. Этот арбуз у нас очень хороший. Мы аккуратно сливаем воду. Посмотрите, она только слегка помутнела. Сливаем все без остатка. Добавляем мед. Конечно, можно добавить и сахар, но я все-таки настаиваю, что с медом будет гораздо вкуснее и ароматнее. Добавляем соль. И довожу теперь уже рассол до закипания. Размешаю мед, чтобы он полностью растворился. Здесь у меня даже плавают семечки, но это ничего страшного. Вылавливать их не буду, потому что все это будет потом вместе с арбузом. Маринад закипел. И мы заливаем арбуз. Банка наша теплая, мы не боимся, что она лопнет. Вот так. Сверху наливаем уксус. И закрываем крышкой. А крышка в этот раз у меня вот такая полиэтиленовая. Она достаточно плотно накрывает тоже банку. Она стерилизована, мы накрываем. Остужаем при комнатной температуре и убираем в холодильник. Арбуз готов к употреблению ровно через месяц. Российский император Александр I, помимо того, что он был победителем Наполеона, имел еще одну очень полезную для управления страной привычку. Переодетый в обычного простолюдина, он частенько любил появляться в людных местах и, общаясь с людьми, узнавал о настроениях в обществе. Так вот, как-то Александр I оказался в городе Таганроге. Александр I задумал посетить местный рынок. А там продаются арбузы кавуны и целый воз. Подошел к мужику и спрашивает, а сколько стоит? Да полтинник за воз, говорит. Удивился царь. Ведь в Санкт-Петербурге 25 рублей стоил только один арбуз. Сказал, хорошо, беру у тебя всю эту повозку, пойдем отвезешь меня. Мужик царя не узнал, сели они на повозку и поехали. Лишь подъехав к царской резиденции и увидев вытянувшихся во фрунт солдат, мужик осознал, кого он везет. Ну что ж, любезный, сказал ему царь, подожди здесь, сейчас тебя вынесут деньги. И действительно, через несколько минут, к удивлению мужика, вынесли ему двухсотенную ассигнацию. И третий рецепт у нас на сегодня – маринованная дыня. Ну, вот опять такое странное, конечно, сочетание, но я вам признаюсь честно, я очень люблю маринованные фрукты, потому что они все получаются невероятно разные. Одно дело приготовить огурцы или помидоры, но вот фрукты – это совершенно отдельная такая, я бы сказала, сказочная закусочная история. Подходит ко всему и к любому мясу, и просто положить в качестве закуски, и можно придумать какой-нибудь свой салат. И вот то же самое и с дыней. Мы порежем ее на квадратики, я буду резать не очень мелко, вот так, чтобы только можно было наколоть на вилочку, если это мы будем есть в качестве закуски. Притом каждый фрукт, который маринуется, будь то черешня, вишня или черника, она обладает каким-то совершенно своим уникальным вкусом. Дыня тоже очень интересная. Кусочки я режу не очень мелкие. И сейчас я пока буду дорезать последние кусочки, я быстренько поставлю воду, потому что мне нужна будет горячая вода. Немножко неудобно резать на кубики, но ничего, можно приспособиться. Не очень получаются одинаковые, но, я думаю, делаем для себя, поэтому это не столь важно. Наливаем в сотейник воду и доводим до кипения. Пока вода закипает, я дорежу дыню. Кстати, вот закусочный вариант дыни. Мы все привыкли дыню есть на десерт, но в Испании подают дыню с хамоном. Вот именно с таким ярким, соленым, фряным вкусом хамона дыня прекрасно сочетается. А вообще в Европе растет дыня под названием каталупа. Это небольшие дыни, такие круглые. И цвет мякоти у них не желтый, как у нашей колхозницы, или вот такой бледный, как у торпеды, а буквально ярко-оранжевый. И вот французы разрезают эту дыню пополам, можете себе представить, наливают туда порта и едят ложкой на закуску. Представляете, как вкусно? Поэтому вариант такой вот закусочной или салатной дыни, это очень интересно. Вот так, я думаю, уже будет достаточно. Вода закипает, и я отправлю дыню в горячую воду. Доведу до кипения, и она у нас там проварится некоторое время. Ну, я бы сказала, даже не бланшируется, а именно проварится, потому что бланшировка – это короткое время до 2-3 минут, а это именно варка. Пока дыня закипает и варится, я подготовлю маринад. Для маринада нам нужна вода, ее совсем немного. Уксус. Вот уксусу даже больше в 2 раза, чем воды. Сахар. Соль. А вот специи, пожалуй, я завяжу в марлечку, чтобы мне было удобно потом их достать. Вот так корицу разломлю ее пополам, чтобы она лежала удобнее. Да, пожалуй, и имбирь тоже я положу сюда же. Я порежу его на небольшие кусочки и положу вместе со специями. Вот так достаточно. Специи отдадут все свои ароматы маринаде, но потом в банке они мне уже не нужны, и я их достану. Мне это будет очень удобно сделать, вот потянув за этот хвостик. Вот так. Таким вот крепким узелком. И опускаю в маринад. Еще в маринад мне нужно положить мед. Мы знаем, для чего мы кладем мед. Не столько для сладости, сколько для аромата. Потому что сахар у нас уже здесь есть. И небольшой кусочек лимона. Может, это может быть лимон или лайм. У меня это лимон. Достаточно вот таких двух тонких кусочков. Вот такой у нас будет богатый маринад. Пока он закипает, в общем-то, практически готова и наша дыня, которую мы достаем шумовкой и кладем в холодную воду. Вот так. Таким образом, проваренная дыня сохранит у нас в последующем маринаде и форму, и прозрачность. Горячая вода нам уже не нужна. Нужно отставить ее в сторону. Маринад у нас тоже подготовлен к тому, чтобы мы положили туда дыню. Специи я доставать не буду. Пусть они еще вместе с дыней проварятся. А дыня вариться здесь будет достаточно долго. И специи отдадут весь свой аромат. Мы опускаем дыню. Так, чтобы она вся была покрыта маринадом. Как раз достаточное его количество. Вся дыня в маринаде. И таким образом она должна вариться на медленном огне около часа. Для приготовления маринованной дыни нам потребуется дыня, вода, соль, яблочный уксус, сахар, мед, лайм или лимон, корень свежего имбиря, палочка корицы и гвоздика. Дыня в маринаде проварилась. Посмотрите, какой она стала прозрачной. И сам маринад немного загустел. Специи, которые здесь были, я их достану. Это очень удобно сделать. Они вот так в мешочке все и остались. Вот так вот все. Тот лимон, который варился в маринаде, мне тоже уже не нужен. Я его достану. А вот в банку я положу два ломтика свежего лимона. Таких вот тоненьких будет вполне достаточно. Семечки я удалю. Нам они там абсолютно не нужны. Лимон я подготовила. Подготовлю место. Я буду доставать уже стерильную банку, куда я буду перекладывать маринованную дыню. Положу один лимончик вниз. Затем дыню. Вместе с маринадом. Раскладываю побольше дыни и заливаю сиропом. Кладу до плечика банки. И сверху ломтик свежего лимона. Банку я могу уже закрыть стерильной крышкой. Для того, чтобы маринованная дыня хранилась у нас долго, ее нужно пастеризовать в течение 15 минут. Итак, мы сегодня приготовили из дыни маринованную дыню, варенье с миндалем. И мы готовили сегодня еще арбуз, который будет у нас маринованный с чесноком и медом. Вы смотрели программу «За грома». До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok